У нас сегодня выяснились некоторые обстоятельства, о которых мы не знали. Между девочками якобы возник конфликт. Они об этом молчат. Но у нас в Библии написано, что солнце не зайдет во гневе вашем. А солнце уже зашло, потом зашло, и выясняется, что одна девочка считает себя обиженной, и она не подошла к обидчику, не сказала как бы... Почему она не научена? 17-3. Согрешил, против тебя Лука, говорил. У Луки написано, выговори его. Ну, она как-то решила не выговорить ему, я не знаю. А она желает этого разговора? Она этот разговор принесла другому, брату нашему. Она это не сказала этой девочке, а пошла, как бы, пожаловалась сказать Сергею Павловичу. Сергей Павлович подошел к этой девочке, которая якобы ее обидела, и стал выяснять вот эти вот обстоятельства, что, мол, та на тебя плачется. Я говорю, почему вы так поступаете, почему вы лезете через голову? Он в нашей всей вот этой организации всеми конфликтами разруливает, Игнатий Тихонович. Подойдите, скажите. Если вы не хотите, говорит, примиритесь между собой хотя бы. А получается, что вот так вот получилось, как оно сейчас есть. То есть наказание, если должно быть, если выражение адекватное. Вот они двое там, Фрося и Нестор, ролик какой даже есть. Они тележку держат. А эта сзади подошла там или откуда, и давай тележку давить. Я наказал тележку. Вы ее там приезжали, везите ее, и она как Боярлина Морозова по всей деревне вернулась. Правильно? Правильно. Мы их их тоже давили. Теперь давай пусть они садятся, мы их прокатим. Все удовлетворены, довольны были? Интересно так. И здесь всегда нужно коснуться глубины, чтобы человек задумался. А какие последствия этого будут? Пожалуйста, говори. После этого я еще вспомнила этот момент, что вы сказали, и вы приехали сюда работать с детьми, не разговаривать с взрослым. Еще раз скажите, пожалуйста, какое имеет право с детьми вообще тут разговаривать? Понимаете, нельзя буквально это понимать. Ни с кем они не должны разговаривать, которые люди никакого отношения не имеют к этому. Они отдельно совершенно. О чем они будут разговаривать с Виталием конкретно? Какое он отношение имеет к детьям? Никакого. Он приехал работать. А работать приехал, и пусть сидел, работает. С ним вообще не о чем разговаривать. Ребенку с ним разговаривать. Дальше по порядку. Сергея Павловича вы ей подойдут. Он кто? Воспитатель? Нет. Он совершенно отдельная личность. У него есть определенное занятие. Какой разговор должен быть? Зачем? Выпытывать у детей что-то? Я сказал. Вот дети сами подошли. Получается, девочка сама подошла к Сергею Павловичу. Сергей Павлович ее не направил, как бы к вам, зная, что у нас такие порядки. А стал сам вот этот... Вот это сам разрулить, ему надо. Пытаться что-то выяснить. Почему именно он? Зачем ему это надо выяснять? Почему? Я вас спрашиваю, где он? Подойди сюда. Сядь. Так, она говорит правду. Правда, да. Почему ты решил там, чтобы разруливать, как говорят, узнавать, а не направил по месту жительству ее? По любви. Ну к тебе-то зачем разруливать? Ты никакого отношения к этому не имеешь. Как это не имею? Никакого. Совершенно никакого. Ты любишь спорить со мной, а это на пользу тебе не пойдет. Я определенно, четко сказал, никакого. Они приехали не к тебе. И она к тебе приходит, а ты вообще никакого отношения не имеешь. Ты бы сказал, а что тебе надо вникать в это дело? Есть родители, смотрите или подойдите ко мне. Ты должен был сразу отодвинуть. А как это никакого? Это самозванство. Никакого совершенно. Ты подошел сразу и сказал, там девочки недовольны. Вот это ты мог сказать мне, но не с ней разговаривать. Ты спорить начинаешь, значит, тогда вообще у нас ничего не получится. Я спорить никогда не желаю. Спорить тот, кто ничего не знает, такое выражение я сделал. А кто знает, возвещает истину. Он сказал, и все. Иисус не с кем не спорил, с ним спорили. Апостолы не спорили, с ними спорили. Почему ты не направил по месту? Зачем тебе это нужно было? Объясни. Ребенок подошел ко мне и плачет. Он нарушил порядок, и ты порядок утвержден. Он подошел ко мне. Он не подошел, кто-то приехал, кто-то на мотоцикл к нему подойдет. Это ребенок. Он нарушил правила. А ты там местные не все знаешь. Да, правила для посторонних. Какой я посторонний-то, Игнать Тихонович? Ну что уж совсем. Я тебя ответил. Я тебя ответил. Я ответил, два заработка. Я посторонний здесь? Или нет? Ты не навязывайся это в разговоре посторонний. Разговоре. Ты не посторонний, ты свой человек. Ну так. А меня выставляют как не свой. Определенное правило. Зачем вам экономить-то? Я полюбиться ребенку погодил. Фрося, я спорю. Понимаешь, ты сейчас придираться начинаешь. Да это вы ко мне придираетесь, Тихонович. Игали. Ну что я не имею права за ними поговорить. Ты права, ты дерзишь. Я не дерзю. Дерзишь, ты споришь. Не дерзю, я не спорю. Тогда вопроса вообще нет никакого. Зачем меня оставил, Брадарь? Зачем? Он это сделал, он не умеет. Не каяться, ничего. Он до конца идет. А до какого конца? Таких примеров я тебе уже сейчас по пальцам буду считать. Ты упорно лезешь. Тебя удавили, наказали. 30 тысяч выложил. И опять все рост свое. Мы обеседовали, говорили. Почему Володя не лезет? Я нигде не лезу. Он только сказал тебе, а я разговоров нет. Мы были около тюрьмы, а он с вышки кричит. А у нас нельзя здесь снимать. Я сразу свернул цель и пошли вокруг, и больше нет. А почему нельзя? Я имею право. А когда мы стали обходить, там на стене написано. Нельзя. Это получишь вождение. Там точно та же. Такая история. А ты стал делать. Что добился? Ничего. Совершенно ничего не добился. Потерял аппарат. Он сломал. Тут кинулся человек. И ни прилиться, ни милиции, ни полиция не гибут. Им зачем разобираться-то? И ты, главное, из этого выводов никаких не делаешь. Сейчас ты ломаешь отношения. Не аппаратура меняется. Ты должен был направить по адресу. Ко мне иногда приходит, что-то, а я какое отношение к этой имею? Совершенно ко мне не имеет никакого отношения. Батюшка звонит. Как он? Я говорю, какое ко мне отношение? Так, не помню. И все, разговор закончен. Я здесь занимаюсь, потому что это меня касается. Эти люди приехали сюда. Конкретно к какому-то человеку. Хорошо. Она подошла. Это не надо назвать кто-то. Когда-то сейчас должны быть названы листы, они должны даже подойти. Я приму меру. Покажу тебе, как это разрулить надо было. Ну давайте. Чего тут там? Пять человек. Зачем мне загадки? Один, другой человек. В одном государстве это те, которые, я знаю, обижаются. Кто кого обидел? Кем обижен? То есть рассказывай, а ты обиженная позовалась. Кто тебя не обидел? Я по глупости обиделась. Мне дядя Сережа помог разобраться, что я неправильно, неправа. Кто помог? Дядя Сережа. Он мне помог разобраться, что я по глупости обиделась. Как бы то ни было, не положено это у нас сделать. Повторяю, за 45 лет не этому человеку это не было позволено. Не потому, что он что-то не положен, у нас уставы могли не разрешать. А мы здесь живем по тому же самому уставу. Объясни ситуацию, как была. Не рассказывай. Понимаешь, как? Ты подошла, теперь он на меня начинает думать, а я посторонний такой, я сейчас завтра уеду. Ты понимаешь, что за этим? А сатана уже тянет целую цепь. Вы слепые, вы не видите. Поступил он правильно, теперь решайте сами. Я вообще не касаюсь тогда. Если вы уже решили по-другому, я завтра ему уступаю место. И вы сразу разъедетесь в атаке. Ничего он больше не рулить не будет. Скажут, а мне-то зачем? Меня вызвали, я уехал. А то на раз так и мигнуть. На один раз он вылез, а дальше уже еще нету. Ты еще правильный или неправильный? Как он смотрел? Что у тебя было там? И почему ты к нему подошла? Да, просто у меня просто разъедет. Я думаю, как у меня слово просто выйдет, когда оно сразу выйдет. Это у вас все просто. А это вообще не просто. Зачем ты к нему подошла? Он недавно только приехал. Недавно приехал. И он приехал с другой целью, где-то работать, помогать, а не разборки делать какие-то. Зачем ты к нему подошла? Вопрос. Вы показываете, кто посторонний. В деле воспитания он посторонний для вас. Давай конкретно скажем. Мы с Игорем там. Отец твой пришел провожать. Он кому отдал? Тебя и Нестора? Дядя Сережа или мне? Вам. Ну и все. Я вас отдаю туда. Я взял, я за вас отвечаю. Он не отвечает ни по каким законам. Нигде, никак. Какие последствия его советуют? Там, может быть, облашага вперед не смотрят. Зачем тебя потянуло к нему? Тут за этим еще что-то скрыто. Почему не подошла к Галине Александровне? Потому что мне это показалось не очень серьезным делом. Видите, слово показалось. Если не кажется, ты крестись. Ты перекрестилась и все. Разбирать больше нечего. Пусть он разбирает. И зачем ему намешать все? Пусть разбирает и дальше сводит. Разговаривать вообще не о чем. Если вы ему дадите разбирать это дело, я собираю вещи и уезжаю. Понятно, куда полезла уже? Куда полезла? Потому что я приехала к вам. На те условия, которые ставили. Так, Срежа, ты должен признать, что ты неправильно это сделал. Я неправильно это сделал. Галя, я к твоим директорам. Ты понимаешь, что ты ставишь сразу? Вообще не так. Хоть опустоши весь дом, а я разбираю. Ты сам себя провозгласил тем, кем не являешься. Вы, если бы на самом деле хотели когда-то вот так разбирать, вы бы жили по-другому. Я скажу. Вы своей жизнью заложили то, что не имеете права сегодня говорить. И учить. Вам можно только молчать и учиться. Ты видишь, какие последствия? Ты ожидал, что она скажет так? Тому это уже было, конечно. Не конкретно. Что она ответит так. Тогда я собираюсь уезжать. Ты думал, что она скажет? Ну не думал даже. Не надо это, щеки надувать. Садись рядышком. Успокойтесь. Значит, неправильно поступил, сказал. Больше никогда этого не делай. Это очень и очень непростое дело. Я не про нее говорю. У меня опыт 45 лет. У тебя одного дня нету. Понимаешь? Разрулить. Ты у нас вообще не видел, как разруливают, которые начинают? Как в дыму все идет. А я сказал. Нет, ты объясни. По пяте. Сделаем. Мы на работе. Сказал. Подожди. Я на работе. Я приду. Почему ты не подошла к Галине Александровне? Потому что конфликт с ее дочкой. Как вы так указали. А? Что-то догадываться. Тут, наверное, открыто. Она по тому не подошла, потому что мать будет гнуть на ту сторону. Будет оправдывать свою дочь. Нет. Если бы я хотела оправдать. Нет. Она думала. Разве я бы к вам сейчас обратилась? Я говорю, она. Ее мысли какие? Я же вам сказала. Она обиженная. Она обиженная кем? Кем? Ну, выясняйте. Кем? Давай обижай. Обижай. Она на арену. Ну, говори, что случилось-то, проси. Что за... Она-то спит и не знаешь, что она тебя обидела как-то. Ну, давай, давай, я пообиделась по глупости. Сказала. Сейчас, Сережа, я не знаю. Зачем это все? Ты сейчас... Так, кто тебя обидел? Никто не обидел. Да сейчас никто не обидел. Я поняла, что я была неправа. Иначе, Иначе, можно я объясню? Возьмите, Сергей. Я уже это... Я это слышал. То есть, вы сказали поливать дорогу бутылками таска. Сказали, по одной только таскать бутылки, чтобы тяжело не было. Фрося схватила сколько? Три-четыре схватила? Три-четыре. Четыре. А эти по одной тащат. И она на это обиделась. Она тащит четыре, а они по одной. А вы же четыре. Что ради? Когда я две запретил брать. Да. Вот в чем ее глупость заключается? Она сама себе... Почему ты схватила четыре? Когда у нас только народы... Я запрещаю это делать. Я вас перехватил уже. Сказал, не делай этого. По одной. Это сзади идет по качке. Нормально. Мы заняты. Какая-то работа полить. Притом, человека, которого мы знаем... Он мальчишка-то сделал оборудование. Я заметил, что оно землю ковыряет. Мы заложили на место. Ну все хорошо. Ты маленько сделала не так. Дальше уже идет. Вы самовольничаете. И с самостью произрастает вот такая вот штука. Я тебе рассказываю еще раз. Мы находимся в монастыре в городе Киеве. Там такая же девушка, Катерина. Ей это кто там, она ее наставница, настоятельница. И говорит, лампочку включи, вкрути, поставь табуретку. Она подошла. Ну, рука... Высокая девушка такая. Она говорит, не надо. Я сказал табуретку. Матушка, да я руками достаю. Ну, неужели я тебя не знаю, что ты достаешь? Я же вижу, что низкий потолок у нас. Я сказал, табуретку поставь. Так я уже закрутила. Открути. Старик садил, ученика посылает капусту сажать. Слышал? Капусту. Но говорит, не забудь, будешь сажать только корешками кверху. Там 10 корешков достали. Тот пошел и думает, старенький стал мой учитель. Заговариваться стал. Кверху ты корешками зачем пришел, посадил, все как надо. Пришел, все сделал, да. Ты правильно все сделал? Правильно все. А ты корешками кверху? Да нет. А что бы выросло так? Послушайте, сын мой, выросло бы. У нас капусты так много принесли, я решил тебя проверить. Ты за кого меня считаешь? А почему я запретил тебе носить? Чтобы... А? Чтобы не перетрудились. Не перебудились. Ты все-таки плохо сказал? Нет. А ты в 4 раза решила превысить то, что я запретил. Если бы ты делала это дома, где никого нету и все засыхает, может быть, оно и было бы ладно. Если бы ты была такая крепшая, как тетя Марина. Она 15 бутылок этих сгребет и даже не заметила. Я с ней работал. Я ей очень-очень благодарен. Но я все-таки спрашивал, не тяжело? А ей нет никакой она. Камень оттуда вкрем, она в середку залезла, а мы по краям где-то. И она давит пузом вперед, и нужды ей нету. На эту, у тележки. Ты молодая, тебе не надо это. Надо послушание. И все закончилось. Ты нарушила, и заметь, как все полезло-то. Ты всех потащила за собой. Ввела в греб. Брата нашего Сергея. Это сразу уже по-другому. Значит, об этом мы молимся, и вперед никогда не делай. Делай так, как есть. Ты можешь переспросить, может, не расслышала. По одной, это мало, я же сильная, большая. Нет, хорошо ты расслышала. Я уже останавливала. Лежу сзади, а мне идет одной баночкой, помахивает. Нужды нету. Все, думаю, правильно, я все сделал. А нет, это поставила. Я ушел, а ты дальше начала. Львение твое хорошее. Ты мне нравишься. Но здесь ты сама реши как. А почему ты не подошла ко мне? Потому что я запрещал. И ты только еще на подходе будешь понимать, что я буду придерживаться того правила, что я уже установил. Ты не подойдешь ко мне. А я твои правила или ваше правило нарушила, похвали меня. Никакого, я тебя сразу приклопну. Поняла? И теперь это больше никогда этого не делай. Сразу раз в футболе, куда надо, скажи. Ты приехала к кому? Там разбор делают. А я при чем здесь? В ней больше не к кому было идти. Это связано родством. А меня здесь нету. А этот Прасофили, он сейчас за меня. А ты скажи. Прасофили, дурочина. Выписал ты корыто. А много ли корыстиков корыти? Иди, попроси, чтобы я была крестьянкой. До столбовой дворянки. До царицы. До моря-океяне. Чтобы рыбка была у меня на побегушках. И осталась у разбитого корыта. Не надо этого делать. Понимаешь? Я на первой стадии, на первом шагу сразу остановил. Остановил и все. Ко мне за разрешением вопросов вот таких. Я не могу даже сказать, откуда приходят. И со Вскрави, и с Америки. И со всего мира буквально. Еще ни разу не было нигде, что вы сказали, вы сказали, а все пошло не так. Нет, так. Проходит время, говорит, а почему я рад, что вам не позвонил? Как ответить? Я говорю, я не знаю. То есть я отвечаю одинаково. Я не знаю. Почему? Да я не молился. Вы мне задали вопрос. Я ответил правильно? Правильно. Почему? Я не молился и не знаю. А когда я стал молиться, прошла неделя, он молчит. Я легонько сказал, вы, может быть, звонили, они слышали, да нет, я все понял, еще это не надо, что я хотел. Все. Еще оказалось и не надо. Больше счастья именно и так, что разбирать-то ничего не надо. Я сидел в разборке, потому что они пограли, столкнули друг друга. Я его ставлю на место. Как христианин, ты должен простить его. Терапевтишки-то хорошие. Я же не скажу, что... Смотри, они как с жуками круто разделались. Две банки мы бросили на поле боя. А то у них там, если каждого жука подписан, то у них список убитый будет. Не меньше, чем он глядял в Логограде. Так, вопросов нету. Или она, да? Нет. Нету. Но если она, главное, затеянется и говорить нету, я думаю, еще и нету. Говори. Нужно сейчас разобрать? Как вы считаете, правильно, когда посторонний человек, пусть он даже брат во Христе, подходит к несовершеннолетней, девушке, парню или без ведома родительной, начинает вести некоторые разговоры в виде разборок. Это правильно? Абсолютно. На сто процентов неправильно. Вот я, например, претендую на то, чтобы меня за это люди осуждают, некоторые. За то, что у меня несовершеннолетние дети. И будьте добры, если вы что-то хотите от твоих детей, считайте, они неправильно делают, неправильно что-то. Поступают с кем-то. Возьмите меня за руку, возьмите мое дитя и разговаривайте. Уже был закрыт один вопрос, но брату нужно было выяснить, а у меня не закрыт. Я хочу выяснить. Без моего ведома. Ко мне не подошел, ничего не сказал. Мне вот это непонятно, для чего это делать. Ну ты понимаешь, есть... Я считаю, это даже нельзя делать. Я поясняю, есть верх и низ. Есть маясть вверх, есть бог и дьявол. И дьявол, он не дремлет. Он ищет, что явно не божественное. Определенная молитва. Она подошла только где-то. Он бы ответил, как я отвечаю. А я не молился, я ничего могу ответить. Вы идите, кому приехали. Весь все закрыто. Захотелось погулять немножко. Но они знают, что все шишки сыпятся на него теперь. Я не должен говорить так. А кто посторонний-то? Я сказал, назвал, назвал, которые здесь работают, которые не здесь. Дядя Володя, можете разговаривать, он хозяин. А дядя Володя сразу ко мне подведет человека. А если с родителями касаются где-то, без родителей я разговаривать не буду. Я сразу мамку, вон она, да, заметил, я ей все сказал. Почему я ей желаю блага. У меня желание, чтобы она поехала другая. И сын другой. Я очень внимательно наблюдаю. Зачем я разбирал его? Ну, садись, да. Так вот, это отрядушка. Ты не обижаешься, что я тебя ушел? Нет. Похоза нету. Смотри, мама, какая веселая. Я хочу, чтобы ты маму любил. Можно сказать еще. Он говорит, что я хочу в потеряевке жить, остаться. Корову завести, лошадь, овечек, пчел. Я не знаю, мальчика, пчел бы нету. Он говорит, что хочу остаться в потеряевке жить. Все, мать, копей, деньги не долг. Однажды я стал от ребятишек спрашивать, кем ты хочешь быть? Я печку делаю одни. А ребятишки собираются, ты печку сапили. И я гляжу, ребятишки тут крутятся. Я говорю, ты кем хочешь быть? Я космарком. В то время как раз Юрий Гагаринский стал. А другой говорит, а я буду там, называют артистом. А мужик говорит, никем ты не будешь. Ты будешь пьяницей, как твой отец. Пищушка. Вот так. А я в лагере спрашивать стал. Парни один такой толстоватенький маленький. Я говорю, а ты кем будешь? Автомехаником. О, а почему? Папа все время машины ремонтирует, я так много уже знаю. Ну я спрашиваю тогда, и нахуй у меня была, ее сестра старше. И нахуй, а ты кем хотела бы быть? Я ветеринаром, как моя мама. Ну она по-другому пойдет, сын пошел на это. Я понял, сразу сказал, вот если Господь допустит и сведет их, а они будут сыты, и дети будут сыты. У них все будет. А они не артисты. Ну Михаил, ну ты, я не ношу тебе заезжать буду-то. Да и так-то свои к тебе обращаются так. А ветеринар, ну ты говорить не надо, мы нуждаемся в каждом месте. Она и по пчелам, и по птицам, и по животным, по собакам, по кошкам. Она уже совсем полумертвая. И ко мне приходит раз за разом, лекарства приносит. А там все засняли. Какие остались кадры? У нас с ней очень хорошее отношение. Она уходит. И оставила память о себе. Хорошо, что разговор зашел. У нас на этой почве никогда не будет ничего. Я слышал. Там как было, там Лена Политейкина, где сказала, что я совершенно это не касалась. Она выводы делает неправильные. Ну и отреагировать, конечно, выезжать не надо. По другой причине уехал, хорошо. А они теперь повернут-то. Вот ради этого не стоило, пока она была задержась. Синянова спустя, тогда я сказала, до свидания. У нас просто дома дела. А они к этому делу подтянули теперь, что вот она психанула, забрала детей и уехала. Ну просто я говорю. Это их право, Игнатихович, думать обо мне все что угодно. Это их право. Я уезжаю. Я сказала, что я уезжаю. Я не обижена на Лену. Ну да, это передают так, обиделся. Передают как угодно, пускай передают. Мне-то что до этого? Ну я говорю, чтобы этого иногда не было. Просто. Я бы не уехала, я собиралась остаться. Я накрывала на столы, чтобы покормить всех, кто остались. Мы поели и собиралась оставаться. Но возникли такие физиологические особенности, после которых мы просто должны были уехать. Не могли мы остаться. Дело не в Лене. Совершенно. Газета недавно мне попалась, старая. И там собрали религиозные деятели у всех. Разные. И как раз тогда начали они говорить о веротерпимости, конфессиональных разных объединений. То другое. Самая многочисленная была, как сказать, команда от русской православной зарубежной церкви. Ну я сказал, как мы должны отъести. Естественно, слово терпимость, это относится только дом терпимости. Не грызи ногти. Прямо непрерывно грызешь. И тебе не отстать от этого. Запомни. Так ногти едом и будешь. Все грызки, все глотать будешь. А скорее. А как? В перчатках надевай. Все время будет в перчатках. Хотя бы месяц. Я знаю, я таких и не знаю. Ты понимаешь за этим, что стою? Не страшно, говорю, ногти, которые едят. А они близки к самому большому преступлению людей. Близки к убийству. Я среди преступников был. И убийству почти все грызут ногти. С чем это связано, не знаю. Поэтому просто смотреть надо. Вчера говорят, сегодня в интернете выставили. Дом престарелых. Старые-старые люди. Там 78-80 лет. Восьмидесятилетняя старуха встала ночью. Подошла к другой, перерезала ей горло. А то 78. А другую старуху тоже почти перерезывала. Сейчас борются за ее жизнь. За что? Храпели. Сколько раз говорил, не храпите. Я так не могу. Вот дом терпимости. Я сказал, терпимость. Это там, где нехорошее дело делают. И поэтому молиться с середиками мы не будем. И признавать их за истинную церковь мы не можем. И поэтому делать тут нам нечего. И говорит, Игнатий Тихо, пусть сказал слово свое. И все-таки хлопнул дверью перед всем собранием. Краевой собрались сколько. Я не хлопал, а такое выражение. Игнатий Тихонович, простите, можно вопрос задать? Не вовремя. И в это время выступил Игорь Добумов. И сказал, что православные мы, это виновные, благословляют на войну везде. Танки освещают, везде лезут. Это все напечатанное. Я недавно газетку... Так, разрешите ему вопрос? Вы разрешите. Давай. Игнатий Тихонович, раз вы сказали, вот просто в тему, мне недавно ролик сбросили, где вы когда в миссионерской поездке у баптистов были. И сотворили молитву. Они сначала сотворили своими словами, потом вы. Прокомментируйте. В каком контексте это было? Комментировать не надо. Не молиться означает не поддерживать ересь. А там еретического ничего не было. Славили Бога, что изучают Библию. Больше ничего не было. Они считают, что это молитва не их. Они славят Бога. Это молитва принадлежит Духу Святому. Я с ними не соединяюсь. Но если они скажут, что нет Святой Троицы или еще что-то там в молитве, я никогда не скажу аминь. В аминь заключается все. И как скажет человек аминь, если он не понимает. А аминь означает, я одобряю. Я сказал, это Егумен Сахаров и говорит, так выходит тогда, молиться с баптистами можно. Он сразу ухватил и понял, что речь-то идет о содержании молитвы. А если ты не знал, что баптисты, и они молились, ты бы согласился, да? Значит, знание сбило тебя с пути. Писание об этом говорит. Знание твое сбило тебя. Тебе не надо было знать, что это баптисты. А ты просто сказал бы, я видел люди какие-то, сидели, бритые, женщины все в платочках. Они изучали Библию. И вы зашли с ними, помолились. Дело было в пельде. Я сказал бы, да. И всего вопросов нет. Но ты узнал, пока сфотографировали, что это баптисты. Молитвенный дом. Мне пишут ролик этот, шлют, и говорят, что смотри, Лапкин твой там. Ладно, ладно. Они не поняли, что дальше я сделал. А? Что дальше? А рушил канон молитву. Я пришел туда. Я тебе скажу, я пришел туда. Я делал не так, как ты. Ты делаешь правильно. Прожил жизнь, ни одной души не было. А я с ним молился, он пришел, ночью крещение принимает мусульманин. Господь смотрит на плоды. Господь, для всех, Павел говорит, сделался всем, чтобы преобрести, по крайней мере, некоторых. Для всех, всем. А ты рассуждаешь, как старовер. Ты иди, переходи к нам. Все, восхищательный, огромный знак. Все, проповедь кончилась. Триста лета. Ты иди, переходи к нам. А больше сказать нечего. Он увидел. Вот я приехал, она жена Муллы. Жена священника. Она идет со мной. Ой, я не могу поверить. Кому сказать. Она настолько расположена. Ко мне приехал мой учитель. Мой отец. Дома были. Она минутку походит. Опять упадет. О, Аллах. Кто ко мне приехал? Мой учитель. Ты понимаешь, сколько труда здесь было. С какими людьми меня Бог свел. Так она не обратилась. Откуда ты знаешь? Обратилась она или нет? Ты-то откуда знаешь? Так она там и есть. Ты откуда знаешь? Ты посчитай жития святых. И его на самой смерти не знали, что он давно-давно христианин. Вот и все. Я тебя спрошу. Ты эту Марину Христианку знаешь? Ее дочь. У нее большие затруднения были. Не в радиусе в доме. И сердце ее Господь взял в свои руки. И она никуда не поехала сюда. И она получила, что хотела. Конечно, ей доставалось от меня где. Но она потом-то будет думать. Я хотел добра. Хотел, чтобы было у нее все по-другому. Все по-другому. И на кухне, и как экономно жить. Я абсолютно всему стараюсь помочь из человека. У меня этого не было, чтобы оплачивать дорогу. С Украины у меня ничего нет. Но я взял и сказал в интернете. Мгновенно выставили деньги из Испании. У меня лежат деньги, заготовлены обратно и поезд. Дорогой встречается человек. И он ей дал деньги. От Москвы до Москвы она доехала. Она хотела продавать вещи. Я сейчас все размотаю. Я сказал, ничего не делай. Смотри на ее лицо. Ты в три дорого будешь покупать, а в три дешево продашь. Не трогать. И Господь сделал так. У меня нет ничего. Повторяю, у меня минимальная пенсия. Но мы сидим у нас все есть. И уже мясо есть. Я на счет мяса хотел сказать. Вы там поогрязайте, что есть. Косточки отдельно. И завтра сделайте плов. В субботу. Можно сделать? Ну, на рис. В рисе, там, какие там, зелени разные, там, натолкайте. Будет хорошо. Ну и простокваша. То есть мясо можно простоквашить? Нет. Простокваша тому, кто мясо не ест. А можно простоквашу с вареньем, которое мы сварили? Ну, наверное, можно. Это не мясо. Мясо и молоко несовместимы. В Израиле подходит человек. Два кошечка. Ты можешь в одном брать или в другом. Там, молоча, здесь мясное. Ни одному человеку еще не удалось взять с обеих. За этим специально человек смотрит. Почему? Не варите козленка в молоке матери. Да, может быть. Подоили козу, а потом убили козленка и сварили. То есть это в Библии написано. И чтобы этого не было, они ввели вот такое правило. Все. Они очень любят Тору. Пятикнижие Моисея. Так. Вопросы. Ты скажи. Терда, молитв, ничего не было. Она ничего плохого-то не сделала. Она просто нарушила правила. Она уже следу пролила. И все. Ничего не было. У нас все хорошо. У нас хорошее отношение друг к другу. А что девочки? Девочки выполнили, как положено и сказано было. Для меня это дорого. Послушание. Она сделала. Я понимаю ее ревность. Она подумала, быстрее, больше сделай. Я ее за это не ругаю. Он сказал. Я этого не велел. Вы замечаете, какими словами я говорю с ней. Можешь она не будет делать. А ты по разговорам нету. Спереди и сзади пошел кушать. Завтра, наверное, надо две каши делать. Завтра две каши делать. Одну с мясом, а другую без мяса. Да, да, да. Просто каша есть. Будете подавать. А если у нас с мясом будет, уже не каши. Ну ты скажи, мне весное. У нас было так, приезжают с собой консервы. А мы молокан купили на разъезде, когда деревни не было. И они видят, как мы едим. Такая сметана у нас есть. И они тогда свои консервы эти не стали есть. А мы тоже молочные будем. Ну вечером. В обед уже не будете. Его уже вскрыли. Эти банки со свинятиной. Все. У нас этого нет у православных. Но это хорошо заставляет задуматься о пище. Я не потому, что я еврей или хочу. Мне просто нравится это. И ты у меня в гостях находишься. Я заранее предупредил. И было так, что вы собираете, от кого попало. Никто не сказал. Все сразу приняли. А готовят хорошо и то, и другое. Вот утром возьми мясное, а в обед молочное, пожалуйста. Я отовсюду, везде беру самое хорошее. Я однажды говорил так, что если бы у баптистов было священство, я бы был баптистом. Но Господь меня здесь нашел. Здесь поставил. Там не церковь. И туда я никогда не перейду и никому не разрешу. Прости меня, Господи. Я повторяю. Баптисты самые близкие к православию. Прокладки никакой нет. Они прямо вышли. Стали изучать Слово Божие. А адвентисты тоже от них. Между адвентистами и православными прокладка. Баптисты. А между свидетелями Егора две прокладки. Баптисты и адвентисты. Тогда они появились. Ну ты, если еще не знаешь, я литературу молотил. Интересно. Вот отдельно. Православие. Там такой-то. Католицизм. Все католика. Профессор Мщедлов. Православие там. Титов. Баптизм. Митрохин. Вот такие маленькие книжечки. В основном у меня страниц по 250-300. Там пятидесятники. Я сейчас не знаю, где эти книжонки. У меня пожар был. Я кому-то, может быть, отдал все или 14 книг. И однажды у меня кирпичик колотил. Печку делал. Осколок отстел в глаз. Я пришел в окулисты там смотреть. И гляжу у них там. Там есть книжечка проткнутая. Читать можно. Я подошел тогда. А вот у меня есть две пятидесятники. А вы не хотели бы обвинить? Да заберите его. Она никто не считает. Да вот мне только то и надо. Я скорее с греб забежать. А Митрохин написал баптизм. Самое хорошее. Насколько точно. Ну и посчитал, да и все. Нет. Я не из таковых. Я беру магнитофон стационарный. К нему провода намотаны, как раньше. Катушка была там на фронте. В мешок. А он огромный. Вот такой вот магнитофон. 205 маяк. Еду в Москву. Понимаете? Но у меня бывает другой магнитофон. Еще 309. Не маяк, а весна, кажется. Он у меня здесь лежит. И там батарейки вставляют. Какие такие батарейки. Я ищу его. И нахожу. И он с одним профессором приезжает к памятнику Маяковского. Договорились. И я включаю. И он записывает магнитофон. Я говорю, а где вы учились? Он отвечает, откуда я из Костровы. А как вы до этого могли дойти? Ну как, я много считал. С баптистами встречался. Он очень сильно написал. Момент обращения к Богу. Рождение свыше. Это верующие не знают. Где-то. Я глупость запустил. Я тогда ему говорю, а можно записать бы у вас это? Он сразу насторожился. Засобирался и с товарищем встали и ушли. У меня записывалось. Я сохранил бы его. Ну вот. Захотел, чтобы открыто. Я в литературный институт, когда приехал, там Розов. Старейший из них. Преподаватель. Я к нему. Как-то Виктор Сергеевич, например, в атаке его звать. Он говорит, а я недавно полгода в Японии преподавал. Потом преподавал в Америке. Он очень большим спросом пользуется. Я говорю, а как вы на этот вопрос смотрите? А вопрос такой политический. Он у меня микрофон в руку открыт. Прямо в литературном институте. Настолько смелый. Я еще вопрос задаю. Вы знаете, я не понимаю этих мужиков, что они баб меняют. Вы мне, может быть, не поверите? Я фронтовик. Но у меня одна жена. Я понимаю первого человека. Надо было плодиться, размножаться. Были несколько жертв, кто-то другое. Но сейчас зачем? Он говорит как христиане. Не просто о микрофону. Взял у меня в руку. Да столько. А сам такой щупренький. Маленький, как Володя. И смелость это. И тут же я в другую комнату, буквально через коридор перешел, а там какая-то у них сессия или что-то поэтов с Россией собрали. Ну и я туда ввязался. Поднял руку, прочитать стихотворение, дорогой написал. Цыганский табор покидал Табул. А этот, в вокзал, когда они осадились, в вокзал метлой швабры истово крестились. Вот это выражение. То есть те, которые люди-то остались, на вокзале-то за ними заметали метлой и шваброй, истово крестились там эти уборщицы, что табор уехал. А они приехали, тут людей хватает, отбирают, что там было. Их вову нацепили наконец. И это стихотворение выразил. Так мне еще попросили стихотворение прочитать. Да еще! Олег Ашанин, руководитель, говорит, у нас, говорит, впечатление такое, что ветер распахнул все форточки наши. У меня воспоминания везде есть. И там, где тебя не ждали. И Господь даст слово. Значит, договорились. Никогда никому не обращаться. Кому можно обращаться? Она может обращаться к маме. Аполлина, ты к маме можешь обращаться. Мама твоя здесь. А кому больше? Ко мне. К дяде Володик подойти. Он направит только. Он ничего разрешать не будет. Он просто подскажет, кому подойти. Поняла? Вот они могут обращаться к маме и ко мне. Больше никому. За разрешение вопросов. Чтобы было понятно о чем. Все остальные для вас как посторонние. А я и Володя, для того, чтобы ты подошла и сказала, у меня вот... Так, к кому мне обратиться надо? Он направит тебя к маме и ко мне. Если нас нету. Ему больше не дано. Его функция только перенаправить. Чтобы подождите маленько, на работе придут, они все сделают. А я тут ни при чем. У меня был один такой, церковь Михаил. Ты его знаешь. Который. Ныне покойный, да? А? Ныне покойный. Не пойму. Ныне покойный. Покойный, да. Вот тогда было живое еще. И он тоже начал. Я вижу, вы неправильно обращаетесь с детьми. Миша, а ты кто здесь? Ну как? Взяли меня рабочие. Я тебя, говорю, убедил, что не вмешиваются в воспитание детей. Ну а почему вы вчера вот так-то поступили? Я не могу тебе говорить. Зачем тебе? А я не согласен. Но если я тебе сейчас объясню, ты больше не будешь лезть. Да, да. Я тогда ему объяснил, почему этого человека вот кто-то был. Это потому. О, я ничего этого не знал. Простите меня. Ну теперь убедился, что я правильно поступил? Ну конечно правильно. А ты абсолютно неправильно больше не лезешь. Нет, больше не полезу. Все, я его поставил на место. Ты не знаешь, что перед этим было. Я по-другому не мог поступить. Я связан с двух сторон. У меня коридор только один. Поступить вот так. У нас договор с этим человеком, с родителями. И поступить по-другому я никак не могу. Иногда я могу два варианта решать, а иногда у меня один вариант только. Вот они, Высший, Тимоша и Лев. Ты видел, как я? Кто виноват? Кто это? Тарасин. Кто первый? Как это было? Можешь попросить прощения? Все, хочется больше не трогать. Лучше простить. Все. У меня все решается здесь, на корме. Они ко мне приехали. Я прошу нигде не вмешиваться. А другие люди было вмешиваться? Ну может быть кто-то где-то за углом. У меня приезжали не просто профессор психологии, представь себе. Там директор Кэсселлского института из Лондона. А как это решается? Следователь КГБ обратился ко Христу. И я разрулил, когда тут непорядок был. Он хотел лагерь образовать. Он говорит, ну мне бы никогда не разрулить. И лагеря не будет. Потому что все по-другому будет. Все. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Я, девочки, вас всех благодарю за послушание. Потому что легко, когда послушает человек. Сказал, где купаться? От берега три метра. Не отплывать. Не отплывать. Тебе разницы нет под хилем, под корпусом корабля. Три метра или двадцать сантиметров. Главное, что ты плывешь. Вы все целы. На лодке. Не садиться на край. Только по два человека. То есть везде правила. Правила, которые сохраняют вашу жизнь. И правила эти везде, на пляжах, везде существуют. И там написано, кто не делает, за бури не за... Все. А в Вазовском томове-то волна пошла, и ребятишек унесло в море. А ничего не делают. Вода уходит. При этом преподаватель-то и кивился за ним, воспитатель-то и его унесло. Все погибли. Все. Шесть ребятишек и воспитатель. А зачем туда пошли? Он не знал. Не знал зачем. Не знаю, брода не суется в воду. Я показал куда? На южном. Там очень удобно. Но там дальше и комары. Здесь проще. Я показал. Самая лучшая окупация. Показал, где отрожек был. Шлюз. Там и глубоко, и сразу опять. И мелко, и чисто, и ниоткуда не видать. Но далековато. Но мы раньше все время там купались, ходили. Не на отрожке, а там, где вот так выемка. Все. До завтра. Мы мясом распределить. Сколько надо лишнего, чтобы не было. Так, руку поднимите. Кто мясо будет завтра есть? Считайте. Ого, пустите. Пусти, считай. Марина, посчитай. Еще раз поднимите. Мясо будет 6, нет? Ого. 13. Сколько? 13. Кто молоко? Молочное будет. Нет. Ты за что голосовал? Утром мясо, в обед молоко. И на утреннее. Значит, так. Ну, мясо договоримся так, чтобы вы уже в них не трогали. Пустили, поедет. Баранина. Батюшка чистая, благосоветная. Все у меня. Спасибо, Христос.